Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня у нас с вами будет видео о пустых баночках. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Масло для волос. Золотой шелк, активатор роста. Я не заметила от него никакого эффекта. Использовала просто для того, чтобы как-то укрепить корни волос, подпитать немножечко корни волос. А так, как такового роста я здесь не заметила. Что касается состава, то здесь соевое масло, касторовое масло, репейное, масляный раствор витамина А. Ну, в общем, неплохой состав, поэтому присмотритесь. Просто как обычное такое уходовое средство за кожей головы. Я думаю, что неплохое. Далее, что у меня закончилось, это вот такая тональная основа от марки Лаприри. Это тональная основа с эффектом антиэйдж и SPF 15. Что касается эффекта антиэйдж. Я не могу сказать, что этот эффект есть, но тональная основа просто потрясающая. Самое большое количество вопросов, комплиментов в видео, Алена, что у тебя на лице, это был в большинстве случаев вот этот тональный крем. Он обалденно лежит на лице. И вот этот, я думаю, антиэйдж эффект, это, скорее всего, просто уход в тональной основе. Потому что с ним кожа выглядела вот как отполированная, вот когда на Пасху красишь яйца, вот краской хорошей такой, когда закрашиваешь это яйцо, и на нем не видно ни одной вот этой вот точечки, да, вот которая на шкарлупках. Если еще сверху маслом, сливочным, растительным покрыт, так вообще все блестит, сияет. Вот эта вот тональная основа делает такой примерно гладкий эффект на лице. Скрываются все поры, разглаживаются какие-то вот мелкие морщинки. Да, возможно, это вот заслуга самого вот этого антиэйдж. Но дает лицу такой, как сказать, лоск что ли. То есть все это так красиво. Я не могу сказать, что он с каким-то там подсвечивающим эффектом, но и не с мотированием. Это точно что-то среднее между кому подойдет эта тональная основа. Эта тональная основа прекрасно подойдет девочкам с сухой кожей, с нормальной кожей, да и даже с жирной кожей подойдет, если вы не будете под низ наносить какой-то свой обычный дневной уходовый крем, потому что вам будет достаточно этого. Он как уходовый и как тональный, я бы сказала, даже два в одном. Однозначно буду брать себе еще. Это на данный момент был самый любимый тональный крем из всей моей коллекции. У меня это был оттеночек 200. Он и сейчас на мне. Я здесь остатки выскребала такой длинной тоненькой кисточкой и дальше уже распределяла по лицу своей обычной кистью для тона. Обалденная вещь, советую. Следующий продукт, который у меня закончился, это вот такой шампунь от марки Posse и Влас. Шампунь Актив, привезенный мной из Алтая. Я в восторге осталась от этого шампуня. У него потрясающий состав. Вода, экстракт плодов мыльного дерева. То есть, ну нет никаких ни СЛС, ни парабенов, ничего. Объемчик здесь небольшой, 150 мл. Шампунь довольно-таки жиденький, но он отлично пенится. И в принципе, хватило его... Я не могу сказать, что надолго, потому что небольшая упаковка, но хватило его на достаточный промежуток времени, чтобы понять, что этот продукт очень-очень хороший. Следующее, что у меня закончилось, это два крема для рук. Я очень люблю пробовать все время разные кремы для рук, потому что кожа рук у меня сухая, и требования к кремам для рук у меня достаточно высоки. Что касается вот этого крема, это марка Libra Derm. Крем называется Aivit с черной смородиной и белым углем. Небольшой объем 30 мл. Брала его себе для сумочки, как видите, использовала весь. Поначалу мне не очень понравился этот крем, не понравился его запах. А потом, вы знаете, как-то я то ли привыкла к нему, то ли он действительно оказался не самый худший из всех возможных вариантов. Но он неплохо действительно увлажняет кожу рук, он не такой, как вот прям, знаете, наносишь он, как вода. Нет, он достаточно хорошего такого полугустой консистенции, хорошо впитывается и нормально питает кожу рук. И второй крем, который у меня закончился тоже в этом месяце, это крем от марки Malavit. Питательный для сухой, зрелой кожи. Этим кремом я вообще осталась очень довольна. Здесь в составе есть масло ши, жожоба и витамины А и Е. Но вот если их сравнивать, то Malavit, конечно же, мне нравится больше и по запаху, и по эффекту. Далее закончилась вот такая небольшая туалетная водичка от марки E.Froche с ароматом ежевики. Я вообще люблю ежевику в парфюмерии. Практически все парфюмы с ноткой ежевики мне нравятся. Но вот эту я брала просто, так скажем, нанести на себя после ванны, после душа, слегка перед сном освежить, освежиться. Иногда могла даже на постельное белье наносить. Мне очень нравится, когда такой аромат стоит в спальне. В общем, вот для таких целей я беру такие недорогие туалетные водички и использую их, скажем так, в бытовых назначениях в основном. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая гигиеническая помада от марки Lumine из серии Angry Birds. Это такая черная упаковка. Как вы видите, у меня она сломалась. В принципе, упаковка сломалась практически через неделю использования. Но это не помешало мне оценить свойства самого продукта, потому что продукт был настолько великолепный, что когда он закончился, я его даже воскребала. У меня такое бывает крайне редко со мной, но вот эта гигиеническая помада, она у меня в ванной лежала. И вечером после того, как я наносила обычный уход для лица, какой-то крем, и перед сном я пользовалась вот этой гигиенической помадой. Мне очень понравился эффект. Отлично питались губы. Она не твердая, она не мягкая. Она вот такая средняя, хорошая консистенция. Очень легко скользила по губам. Приятный такой запах. В общем, классная помада. Я вам тоже ее советую. Дальше. Вот такой продукт у меня закончился. Это от марки Oral B Satin Floss. Нить для чистки зубов. Хорошая нить. Мне нравятся такие вощеные. Я не люблю, которые без воска. Потому что они начинают задираться. Мне это не нравится. Вот это вот очень хорошая нить. Вообще от марки Oral B я часто покупаю зубные нити. И меня они полностью устраивают. Следующие два продукта будут для ногтей. Первый из них это сушка для ногтей от Sally Hanson. Я очень люблю эту сушку. Постоянно, постоянно ей пользуюсь. Пытаюсь иногда ей изменять. Но опять все равно к ней возвращаюсь. Потому что она для меня самая лучшая. Да, она засыхает в конце. Где-то одна треть бутылечка идет на выброс. Но это не критично. Потому что стоимость у нее недостаточно. Такая прям заоблачная. Чтобы как-то сожалеть об этих остатках. Поэтому очень хорошая вещь. Всем вам советую. И второй продукт, который я выбрасываю. Это практически полный бутылек лака для ногтей от марки L'Oreal. В оттенке 831. Я очень люблю синие лаки для ногтей. У меня их очень большое количество. Большая коллекция. Но вот этот лак я выбрасываю. Потому что он отвратительного качества. Он очень сильно... Да он вообще не дает цвета. Не то чтобы полосить. Он не дает цвета вообще никакого. Вот в первый слой его наносишь. Он буквально просто как вода. Смотрите, я его сейчас сюда нанесла. Он абсолютно прозрачный. На второй слой наносишь то же самое. И знаете, только после третьего-четвертого слоя появляется какой-то цвет. Но в таком случае он носится не больше суток. И начинает сам вот так отходить. Прям полностью такой пленкой. Отвратительный лак. Вот именно в 831 оттенке не советую вам брать. Потому что другие оттенки... Вот у них есть неплохой молочный цвет. Называется Гурмандис. Вот тот хороший. Но этот отвратительный. Далее у меня закончилась потрясающая пудра от марки MAC. Однозначно буду ее повторять еще. Это Select Sheer. Пудра называется в оттенке NS20 Select Sheer Pressed. Обычная компактная пудра. Которую я просто-напросто всю использовала. У меня когда здесь вот по краюшкам оставалось по окантовке. Я ее просто не стала уже с собой таскать. Оставила ее дома. И кисточкой вот эти все остатки использовала. Потому что пудра потрясающая. Очень хорошо фиксирует макияж. Ее не видно на лице. Она не создает эффекта маски. Очень хорошо держит тональную основу. Отличный вариант. Вот просто чтобы носить ее с собой. Потрясающая пудра. Обязательно надо мне ее сейчас даже не выкидывать. Потому что я хочу переписать оттенок. Потому что оттенок идеально мне подходил. И куплю себе такую в второй раз. Следующее что у меня закончилось. Это два кусковых туалетных мыла. Те кто смотрит меня давно знают. Что я очень сильно люблю кусковое мыло. Мыло жидкое с дозатором у меня стоит только на кухне. И то я бы даже и туда положила такое. Но иногда когда вы работаете с мясом, с рыбой. Неудобно брать мыло. Такое кусковое оно марается. Проще нажать на дозатор с жидким. И вот мне так удобнее. А в двух санузлах у меня всегда лежат кусочки вот такого обычного мыла. Мне кажется это очень приятно. Когда ты идешь мыть руки. Берешь в руки этот кусок ароматного мыла. И только в таких случаях. Когда я мою руки с кусковым мылом. Я могу полностью ощущать, что мои руки чистые. Ну и в принципе каждый из членов моей семьи думает то же самое. Вот это мыло Невея. Очень мне понравилось. Оно детское. Оно очень мягкое. Я даже им пользовалась в душе. Наносила на мочалку. Мне очень-очень нравилось ощущение. Кожа буквально прям скрипела от чистоты. А вот это вот туалетное мыло для дам. От марки завод братьев крестовниковых. С зеленым чаем. Просто тоже потрясающе. Оно содержит прям в себе вот эти вот микрочастички. Вот этого растения. Зеленого чая. И очень-очень вкусно пахнет. Вот не то, чтобы прям какой-то у него парфюмированный такой обалденный запах. А пахнет хорошим мылом. Вот как в далекие советские времена. Следующее, что у меня закончилось. Это вот такая маска для волос. От рецептов бабушки Агафья. Агафья репейная, укрепляющая. На основе репейного масла и овсяных отрубей. Не содержит парабен и пэга. Что я могу вам про нее сказать? Девочки, маска вот эта, она более чем бюджетная. Я даже ее бюджетной не могу назвать. Она более чем бюджетная. На маску она скорее не похожа. Она больше похожа на обычный кондиционер, поскольку она жидкая. Но я вам хочу сказать, знаете, что она вот буквально впитывается в волосы. Мне она очень понравилась. Она вот, но волосы ее выпивают в буквальном смысле слова. И она похожа на вот эти вот кондиционеры от Lush, которые вы наносите на волосы. И тоже вроде бы как не ощущается никакого там эффекта кондиционирования. Потому что волосы их, вот эти кондиционеры Lush тоже выпивают. Но зато потом, когда вы начинаете волосы расчесывать уже в сухом состоянии, они так блестят. И в принципе кончики выглядят довольно здоровыми. И да, она не дает такого кондиционирующего эффекта, как маски с силиконами. Но от нее очень красиво блестят волосы. Мне понравилось. Я уже себе купила вторую такую же. Но там у меня, по-моему, на основе дрожжей или что-то такое. В общем, в следующих пустых баночках буду показывать. Но вот эта мне репейная очень понравилась. Далее. Вот такие 2 упаковки семя льна. Вот этот лен-баланс. Это просто лен, то есть безо всяких добавок. Я не беру там обжаренные какие-то льняные семечки. Вот просто в аптеке беру обычный лен. И вот это тоже. Здесь было 100 грамм. Здесь, по-моему, больше. Здесь вообще 300 грамм. В общем, я всегда, каждое утро, когда делаю себе кашу, я сыплю туда этот лен. Я его могу и в творог насыпать. Мне очень нравится как сам вкус. И я даже, знаете, чувствую, что как-то вот моему кишечнику это нравится. Вот когда я вот это вот употребляю в пищу. Мне приятно то, что я употребляю это в пищу. И я вижу на себе эффект. То есть, ну как-то вот в животе как-то все спокойно становится. В общем, я не знаю, как вам это объяснить. Да, действительно, здесь вот все написано, что грамотное питание, заряд энергии, отличное настроение. Это все я могу вам подтвердить. То есть, видимо, все-таки какие-то содержатся действительно здесь витамины вот эти все, омега и прочее, прочее. То, что нам так необходимо после зимы. Да и вообще круглый год. Поэтому семя льна я покупаю постоянно. Далее, девочки, закончился у меня вот такой продукт. Это марка Эпиген Интим. Гель для интимной гигиены. Покупаю постоянно только его по возможности. Если его где-то, ну бывает, что его я не могу где-то встретить в аптеке, беру что-то другое тогда. Но, как только вижу, всегда покупаю про запас. 250 миллилитров. Цена у него не очень низкая. Что-то около 800, по-моему, рублей. Но его хватает очень надолго. Буквально одной капельки там хватит. Там такая пена и все остальное. В общем, классная вещь. Здесь оно такое коричневое. Тоже здесь различные травы содержатся. Очень хорошее средство. Это вот мне мой доктор тоже когда-то давно-давно посоветовал. Я с тех пор пользуюсь. Ну, вся семья моя тоже пользуется. Нам нравится. Далее. У моего ребенка закончился вот такой ополаскиватель. От марки Рокс. Без алкоголя, без красителей, без фтора, без спирта, без антисептиков. Натуральная защита. Со вкусом колы и лимона. Вы знаете, вот здесь вот 400 миллилитров. У меня сын закончил ее с такой скоростью. Я говорю, что ты с этой штукой делал? Неужели ты ее пил? Он говорит, мам, реально очень хотелось ее выпить. Потому что пахнет очень вкусно колой. Ой, какой приятный запах вообще. В общем, он мне дал задание срочно повторить ему вот такой же ополаскиватель. Покупала я это в аптеке, по-моему, Эдельвейс. Вот заходила в последний раз и не было. Но я заказала, должны привезти вот такую штуку. Обязательно буду ему повторять. Далее, девочки, закончилось у меня вот такое масло. Органическое масло Бураго. Заживляющее от Планеты Органики. Как оно у меня закончилось? Я вам не могу сказать, что я им прям пользовалась. Оно такого ярко-ярко-желтого цвета. Я сначала думала, ну ладно, не должно быть здесь никаких красителей. То есть, ну, начала использовать. Нанесла первый раз на лицо, и у меня лицо было желтое, как морковка. Самое, что интересно, когда я стала умываться на следующий день, пена от средства для умывания тоже была желтого цвета. Я подумала, мне такого не надо. И я его, у меня такой бутылечек был масло для тела со спреем. Я туда разбавила, как бы, и думала, буду пользоваться. Но даже в разбавленном виде, в бутыльке масло для тела, оно было все равно желтое, и уже было желтое все тело. Короче, я все это дело вылила, и не советую вам. Я не знаю, какую химию они туда натолкали. И вообще, в планету органику, ну, как-то мне не очень верится, что у них там все натуральное. На лицо точно не советую вам наносить. Ну, а на тело 10 раз подумайте. Будете ходить, как желтые морковки. Далее у меня закончился балифар и гель единичка. Очень люблю этот продукт. Даже знаете, как я его стала использовать в последнее время? Я заметила, у меня от мицеллярной воды, во-первых, стала сохнуть кожа под глазами, во-вторых, у меня стали падать ресницы. Хотя я пользуюсь хорошей, дорогой мицеллярной водой. У меня либо Ларош Пазе, либо Биодерма. Все-таки, я думаю, вот эти мицеллы, они как-то подсушивают кожу. Раз даже реснички и бровки маленечко начинают выпадать. И я пока на время убрала ее. И сейчас что я делаю? Я умываю с обычным гидрофильным маслом. Далее я умываю с обычной своей пенкой, с кларисоником. И уже потом беру на ватный диск несколько капель вот этого балифарагеля и уже убираю остатки туши вот этой штукой. И мне это нравится гораздо больше, чем использовать мицеллярную воду. Вот пока у меня вот такой перерыв, я где-то уже месяц пользуюсь таким образом. И мне очень нравится эффект. Потом, возможно, я опять вернусь к своей мицеллярной воде и заново проверю. Так ли это на самом деле? Или это просто было какое-то сезонное выпадение ресниц? В общем, посмотрим. Но вот как вариант снятия макияжа. И в том числе очень хорошо увлажняется кожа веку, потому что вот это средство, оно содержит в себе гиалуроновую кислоту. И вот когда я им убираю, сверху просто наношу немножко крема под глазки. Вот прям на эту штуку. И мне очень нравится эффект. Далее у меня закончился вот такой гель для душа от чешской марки «Мануфактура». И это был аромат у меня вишни. Аромат потрясающий. Что здесь еще можно сказать? У «Мануфактуры» у них вообще запахи обалденные. Пахнет вишней и ликером амарета. То есть вот этими давленными косточками вишни. Обалденный гель для душа. Если будете в Чехии, обязательно присмотритесь. Закончился у меня вот такой карандашик для губ от марки «Пупа» в 0,4 оттенке. Вы все знаете, что я его очень сильно люблю. Его уже никак не подстрогать, поэтому я выбрасываю. У меня уже стоит такой же новенький, очень красивый нюдовый карандаш. Тоже много раз я вам его советовала. Дальше от марки «Ботаникус» у меня закончилось вот такое средство. Это с «Моригольдом». Мне кто-то из вас, кстати, спасибо большое, подсказали в комментариях, что по-чешски «Моригольд» это, по-моему, календула. В общем, это было масло для губ с календулой. Очень приятно оно. Ну, так наносите просто шариком по губам. Хорошее такое уходовое средство. Что еще можно сказать? У «Ботаникус» вообще многие продукты обалденного качества. Дальше закончились у меня четыре разных эфирных масла. Кстати, масло герани обалденно пахнет. Вот если будете в аптеке, ой, как оно приятно пахнет. Вот чем-то похоже на масло розы, но с какими-то пикантными нотками. Значит, такое. Дальше мандаринчик, розмаринчик и нероли. Я использую их капаю в ванну, капаю в свои скрабы кофейные, которые делаю дома сама из жмыха. В общем, могу вот где у меня белье полощется, в машинке стиральной, вот туда в отдел для кондиционера для белья тоже могу несколько капель. В общем, тоже в таких вот бытовых целях я использую это все. Далее закончились у меня соли для ванн. Тоже привозила я их с Алтая. Вот такое количество у меня закончилось. Четыре. Это у нас была морская соль марка SPA Планет Алтай. Очень бюджетный вариант. На один раз здесь, по-моему, у нас... Ой, не соврать бы, не соврать. Сколько здесь грамм? 200 грамм на один раз. Значит, вот это у нас идет здоровый сон. Здесь, когда я вот ее ванну себе перед сном разводила, у меня кот сошел с ума. Я думаю, что же он бегает так вокруг ванны, весь суетится. А здесь в составе есть валериана. И такой, знаете, очень успокаивающий эффект. Мне прям сильно понравилось. Вот после этой ванны, я помню, я уснула мгновенно. Поэтому, если у вас какие-то проблемы со сном, попробуйте. 30 или 40 рублей стоит вот такая пачка. Более чем бюджетный вариант, я считаю. Далее, вот такие две закончились суставные. Это я брала для своего мужа. Тоже ему очень понравилось. Он говорит, вот у него, например, колено периодически ноет сустав. Он говорит, как-то даже вот ему легче стало после этого. И вот такую я брала своему ребенку. Это детская. Здесь экстракт ромашки, календула, также валерианы и сок моркови. Тоже деткам сейчас, знаете, вот такой период, когда вот окончание учебного года. Они все вот с этими контрольными, с этими итоговыми. Бедные дети, мне прям жалко. Я вот ему делаю по выходным вот такую соль где-то раз в недельку. И он лежит, и я вижу, что прям вот он тоже такой расслабленный. Классная соль, очень советую. И вот такие две соли у меня закончились. Это я брала уже для себя. Это бешофит. Тоже привозила с Алтая. В санатории, где мы отдыхали, в санатории России, мне врач прописывал вот эти бешофитные ванны. Они очень-очень полезные. Если вы еще не знаете, что это такое, посмотрите, почитайте в интернете. В принципе, можете глянуть мое видео о покупках с Алтая. Я там рассказываю про эту соль. В общем, классная вещь. Тоже вот прохожу сейчас еще один курс. Покупала себе 10 упаковок. Дальше вот такая закончилась у меня штучка. Это марка Капус. Увлажняющая сыворотка для восстановления волос. Она была голубенького цвета. Двухфазная. Встряхиваете, наносите на влажные волосы. Волосы идеально расчесываются. Даже как-то, знаете, вот можно их и феном не выпрямлять. Вот так просто расчесали, они высохли. И они лежат идеально. То есть она действительно хорошо увлажняет волосы. По цене вот здесь, по-моему, пол-литра. Да, 500 мл. Что-то или 400, или 500 рублей. Ну, очень-очень недорого для такого продукта. Так что я вам его советую. Далее вот такой продукт у меня закончился. Африке. Это я заказывала с Ахерб. Тоже когда-то давно. Такое масло оливы. Я думала, буду его использовать на кончики, на вымытые волосы. Но оно не пошло для этих целей. Потому что было очень-очень жирное. И я его использовала, например, перед тем, как идти в ванну. Просто наносила на всю длину волос. На 10-15 минут, пока лежала в ванной. Потом смывала. Ну, тоже, знаете, не особо там. В общем, как говорится, восторгов это средство у меня не вызвало. Дальше у меня закончился вот такой сухой шампунь от марки Арифлейм. Зелененький. Когда-то давно я заказывала себе два таких шампуня. Потому что, ну, думаю, пусть будут. Я их часто использую. И, знаете, они у меня зависли. Потому что как-то мне вот после Клоран, после Батист как-то вот совсем не то, ребят. Вот честно. Но вот тут стоят и стоят, стоят и стоят. Я думаю, ну, надо уже их как-то добить. Добиваю. Вот просто еще второй стоит у меня в ванной. Надо как-то их добить. Больше заказывать не буду. Потому что, во-первых, такой у них запах неприятный. И я, когда их наношу, я начинаю кашлять. Вот других этих сухих шампуней такого нет. Видимо, они как-то прям в легкие залетают. Ну, как-то мне не нравится. В общем, вызывают какую-то кашель, какую-то аллергию. И особо там ничего не приводит в порядок на голове. Дальше выбрасываю вот такую пилочку от Шоль. Купила себе запасную уже. Периодически их меняю. Вообще, к этой пилке я отношусь не очень хорошо. Ну, как окончательная шлифовка. После основной шлифовки, такой более грубой для ног, в принципе, неплохо. Вот просто как окончательная шлифовка. Это, как, знаете, такой бафик для ногтей, которым мы делаем полировку. То же самое, только для пяток. Так, вот такой продукт я себе покупала. Это такая соль для тела. Нежная роза. По-моему, корейцы или китайцы делают. В общем, в итоге это обыкновенная оказалась такая соль, типа скраба. С таким довольно-таки неприятным ароматом розы. Мне не понравилось, как она разносится по телу. Какая-то склизкая, неприятная. Больше брать я ее не буду. Дальше молочко для упругости кожи тела миндальное от Локситан. Неплохой продукт. Все восторгаются вот этим вот ароматом. Для меня так он пахнет обычной детской присыпкой. Вот чем-то таким пудрово-тальковым. Обычный аромат, то есть я не могу сказать, что прям я от него фанатею. Дальше. Закончились вот такие матирующие салфетки у меня от Морикей. Это самые мои любимые. У меня знакомая занимается этим Морикей. И где-то вот раз в полгода я у нее заказываю по 6-7 вот этих упаковок. Распихиваю по разным сумкам, по косметичкам. В машине обязательно лежит. И потом через полгода опять я заказываю у нее вот это оптом. Потому что это самое-самое-самое-самое классное. Вещь. Дальше закончилось вот такое у меня ореховое масло для волос. Здесь вот такие вот были саше. По-моему, три штучки. Мне на всю голову его не хватало. И вот это, знаете, заниматься вот этим разрезанием вот этого пакетика. И нанесением на голову. Как-то, знаете, неудобная упаковка. Поэтому что я делала? Я брала обычную маску для волос. Выжимала туда пакетик вот этого масла. Где-то в отдельной емкости все это смешивала. И наносила на волосы до мытья. Такая у меня была спа для волос терапия. И вот, в принципе, вот так мне очень нравилось, как обогащались маски вот этим маслом. Здорово. Дальше вот закончилось у меня вот такое бельди эвкалиптовое, мягкое мыло. Вот типа как бабушка Агафья, вот это черное. Но вот это вот оно обалденное. Во-первых, я думала, что оно так быстро закончится. Упаковка всего 150 мл. Ну, хватило мне его очень даже надолго. Оно очень хорошо пенится. Содержит в себе прям вот измельченные вот эти молотые листочки настоящего эвкалипта. Очень приятный, вкусный аромат. Вот я один раз помню, даже я чувствовала такое недомогание, как будто бы я где-то простыла. Я пошла в ванну, натерлась вот этим вот мылом эвкалиптовым, надышалась вот этими парами. В ванной хорошенечко, ну, прям прогрелась. И вышла оттуда, мне стало намного легче. То есть вот действительно натуральный продукт, здесь нет ничего лишнего. Омыленные масла оливы, клещевины, ши, кокоса, масло миндаля, листья эвкалипта, эфирное масло эвкалипта. И тепло наших рук, так пишут изготовители. Заказывала я, по-моему, на Бьюти Эликсир. Сайт такой есть. Ну, они там занимаются и чешской косметикой, в том числе и у такого плана натуральной. Очень мне понравилось. Дальше закончился вот такой скраб. Это я с Алтая привозила от марка Биолит. Называется Алтайский мед. Состав уникальный. Соль и мед. Два ингредиента. Обалденный запах. Пахнет настоящим медом. 200 мл. Цена, по-моему, была 130 рублей. Очень пожалела, что не купила несколько упаковок. Отличный продукт. Дальше немножко еды покажу вам. Вы знаете, что я очень люблю кофе. У меня кофемашина. И вот этот зерновой кофе мне очень понравился. Конечно, моя любимая лаваца намного лучше. Но что-то я ее у нас как-то не вижу. Именно в зернах. А вот это вот Юлис Мейнл. По-моему, как-то так называется. Очень-очень хороший вариант. Тоже неплохой. Это у меня кафе Крема. Они тоже есть в разных упаковках. Вот это мне понравилось. Дальше. Еще два продукта покажу. Вот такие. Покупала я в Магните. Это я даже выставляла в Инстаграм девочкам показать. Это такие вот маленькие упаковочки. Вот в таких вот стаканчиках находятся типа желе. Здесь натуральные соки. Вот здесь на обратной стороне нарисована дыня, манго, клубника и личи. Вот четыре вкуса здесь. И вот каждая вот эта вот штучка, каждый маленький контейнер содержит всего 15 калорий. Я обычно брала две таких и чашечку кофе. И мне очень нравилась такая полезная вкусняшка кофе. И у меня ребенок очень любит их. Просто вот так открываете ее, высасываете это желе. Оно обалденно вкусное. Вот видите, две упаковки закончили. И опять я купила, потому что они вкусные. Дальше. Вот такие два продукта у меня закончились. Это шампунь и бальзамополаскиватель от марки Кроси. Японские. Я в последнее время подсела прямо на японскую косметику. На японские шампуни. Мне очень они нравятся. Здесь у нас по 400 мл. И там, и там. Они очень мягкие. Они хорошо промывают волосы. После них не чешется кожа головы. Они приятно пахнут. Кондиционер вот этот обалденный. Он просто вот как... Некоторые наши маски даже могут позавидовать. Потому что очень хорошо волосы после него расчесываются. Мягкие, струящиеся. Очень хорошие продукты. Довольны. Дальше. Закончились вот такие две зубные пасты. Вот это закончилось у моего сына. С таким белым тигром-альбиносом. Это я привозила с Италии. У меня вообще такая мания. Я со всех стран везу зубные пасты. Мне очень нравятся пробовать разные. Ментадент называется. Она такая гелевая. Двух- или трехцветная. Ребенку моему очень понравилось. И у нас закончилась обычная вот эта Colgate Total. Кстати, я очень хорошо стала относиться к пастам Colgate. Они действительно хорошие. Они прекрасно очищают зубы. После них не хочется через полчаса бежать еще раз чистить. Потому что зубки гладкие. Дыхание свежее. Очень хорошо отбеливаются зубы вот с этими пастами. Вроде бы как экологи. Да, ничего особенного. Но и в то же время хороший эффект. Я довольна. Дальше. Не понравился мне вот такой бальзам, кондиционер или что это. Орган плюс кератин от марки Evelyn. У меня уже когда-то он давным-давно был. Но я его выбросила, потому что не могла пользоваться. Ни запах меня не впечатлил. Ни эффект. Абсолютно ерундовая вещь. Но мне тут опять подарили бальзам. И опять вот это масло. Вот масло. Я не знаю. Надо тоже что-то с ним придумать. В общем, в этом бальзаме я также разводила вот такие масла. И просто наносила на волосы до мытья. И смывала. Потому что после мытья он абсолютно бестолковый. Так. Еще у меня закончился вот такой соус. Бальзамический. Это густой такой кремовый соус. Он такой сладковатый на вкус. Мы его всей семьей очень сильно любим. И с овощами, и салатом. Вот когда я делаю, например, сыра моцарелла, помидорки. Сверху поливаешь вот этим соусом. Очень-очень вкусно. Уже купили второй. Дальше. Очень мне понравились вот эти хлопья. Эко-грин в ленте. Значит, это овсяные хлопья с пшеничными отрубями. Отруби здесь прям видно. Их много. И их нужно варить. Вот варю, и вся семья ест с удовольствием. Хотя как-то мои мужчины каши не особо уважают. Но вот эту кашку я обязательно варю на молоке. Обязательно добавляю сливочное масло. И немножечко сахарку. С удовольствием мои ребятки едят. И я тоже. Как-то вот кашу на воде я, честно говоря, не уважаю. Любим на молочке. На нежирном, на обычном молоке варим. Очень хорошие хлопья, девочки. И вот самый обычный ленор. Кондиционер для белья. Но вот этот вот в коричневой упаковке, который называется янтарный цветок. Мне так понравился его запах. Он пахнет нежно-нежно цветами. И вы знаете, какая-то немножко востока, какая-то восточная нота. И ваниль, и в то же время еще какие-то цитрусы. В общем, это все так вкусно замешано. И когда сохнет белье, запах стоит потрясающий. И когда гладишь белье, вот еще вот после утюга, вот с этим кондиционером, просто запах потрясающий. Сын, когда в школу уйдет, я ему вот если одеваю чистую рубашечку свежепоглаженную, он просто у меня благоухает. Так и хочется его нюхать и нюхать. В общем, классный кондиционер. Я такой теперь буду брать. Мне он очень понравился. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой парфюм от марки L'Occitane из серии Вербена. Ну, я думаю, вы многие знаете, как пахнет этот аромат. Лимончиком, приятненький такой тоже после душа. Естественно, это не куда-то ни на улицу, ни на работу, ни на выход. А после душа-ка так на волосы, на шейку немножечко нанести. И очень-очень приятный запах. Следующий продукт, который у меня закончился, это моя любовь. Это молочко для тела от Chanel. Chanel номер 5. Аромат этот очень нравится моему мужу. Ой, потрясающий. Девочки, я вот еще до 27 лет, я еще не любила этот запах. Мне первый раз подарил этот парфюм моя свекровь. И я, знаете, что им делала? Я им вместо освежителя воздуха распыляла в ванной комнате. Ну, я не знаю, что случилось со мной не так давно, но, может быть, где-то года 3 назад. Я так полюбила этот аромат. И он у меня должен быть теперь всегда. У меня есть и в концентрации духи, и в концентрации со спреем парфюмерная вода. И версия О'Премьер у меня есть. И мне очень нравится банная линия у Chanel. Я вообще люблю банную линию Chanel. У меня и кремы для тела, и мыло. Не обязательно Chanel номер 5. Крем для тела у меня Coco Mademoiselle всегда. Только заканчивается муж мне сразу дарит новый. И вот этот. Вот перед сном, вот если вы намажетесь вот этим вот лосьоном, во-первых, линия банная у Chanel очень хорошо питает и увлажняет кожу. Вот чего не скажешь даже о Диор. У меня есть еще Диоровский, вот тоже ухаживающий, вот эти банные. Небо и земля. Chanel намного лучше, ухаживает за кожей. И когда вы ложитесь в кровать, вот утром вы встали, умылись, зашли снова в комнату, ваша постель пахнет вот этим ароматом. Ваша пижама пахнет этим ароматом. Я не знаю, настолько вот они умеют делать, молодцы. У меня уже стоит новый такой. Тоже муж меня уже опять побаловал. Потому что я обожаю, и ему очень нравится вот этот запах именно лосьона Chanel номер 5. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будет вот такое средство. Это тоже Сахерп я заказывала. Значит, это штучка для мытья овощей и фруктов. Вы просто распыляете на фрукты, на сухие, на немытые. Буквально даете подождать там 20-30 секунд и после этого моете. Уничтожает все бактерии. Если где-то там мышки поползали по этим овощам, где-то у кого-то на складах. Не переживайте. Вот эта штука убивает все бактерии. В то же время она органическая и безопасная для человека. Поэтому вот если я в скором времени буду делать очередной заказ Сахерп, я обязательно закажу себе эту вещь повторно. Потому что впереди лето, сезон фруктов, винограда, черешни. То есть такие вот мелкие ягодки их очень-очень сложно хорошенечко промыть. Но вот эта штука меня в прошлом году летом прям спасала. Поэтому я наверняка ее закажу себе повторно. Девочки, вот такие были мои пустые баночки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Впереди будет видео о пустых баночках уходовой косметики за лицом. Потому что очень много у меня всего закончилось. Поэтому не пропустите обязательно следующую часть. На этом я с вами прощаюсь. И всем пока.